И занялся он созданием крепкой вертикали власти. И ему удалось, и уже очень скоро были созданы эти замечательные силовые структуры, третье отделение, корпус жандармов. И он уже мог сказать, в России все молчит, ибо благоденствует. И он уже смог сказать, создав чугунный цензурный устав. Я не только не позволю ругать свое правление, я не позволю его хвалить. Я никому не позволю вмешиваться в свою работу. И вот сейчас мы быстренько, так времени-то у меня нету, перелеснем все царствование подальше, к концу. Ну и что? Чем кончилось-то? А кончилась империя фасадов, как сказал современник, как повторил Герцен, как повторит множество историков. Кончилась империя необычайной красоты, дворцами Росси, великолепным императорским балетом, гвардией, похожей на балет. Но за фасадами был черный двор, где было 90 тысяч бюрократии. И страной уже правила не аристократия, а бюрократия. Гоголевский чиновник правил страной. С двумя законными детьми бюрократии, взяткой и коррупцией. И уже государь говорил, в империи не воруют только двое, я и наследник. Продолжение следует...